Как муниципалитеты готовятся к фестивалю Тюменская осень и конкурс профмастерства? Кто стал лучшим техником-селекционером, ветеринаром-гинекологом и техником-ассиминатором? Здравствуйте, я Инна Михайловская, и это Сельская среда. Осадки не дают аграриям массово убирать урожай. На начало недели обмолотили лишь 4%. Для сравнения, в прошлом году, в это же время, уже было готово 17%, а в позапрошлом аж 30%. Еще и не все начали. Компании подключились хозяйства большинства муниципалитетов, но 6% еще на старте. А когда погода позволяла, все комбайны до темна трудились в полях. Горох лежит на земле последствия недавних осадков, и это осложняет его уборку. Жадка низкая, цепляет землю, забивает агрегаты. Механизаторам приходится часто останавливаться, чтобы привести технику в порядок. Если по-хорошему, то на зерновых вообще он не забивается. А на горохе хотя бы два раза в день почистить, еще куда не шло бы. Бункеры выгружаем, вылазим и чистим полностью зерновые, колоссовые леват после каждого бункера. А если не почистить, все забьет. Зато с гектара берут больше 30 центнеров. В хозяйстве Успенской начали уборку с озимой ржи. Теперь на этом месте соломы в рулонах. Лежат они довольно часто, потому что урожайность высокая, больше 40 центнеров с гектара. А вот яровой пшеницы в этом сезоне здесь нет. Сложная посевная кампания вынудила агрария в походу дела менять планы. Весна была затяжная, июнь холодный, и мы решили пшеницу нынче не сеять. Естественно, мы могли бы ее убирать поздно или не полноценную. Сегодня на серых хлебах, значит, горохи, рапсы, вот это мы высеяли. И мы думаем, что они как раз созреют вовремя. 15 мая на этом поле проходила посевная кампания. И вот культура уже готова. Здесь ячмень. У него такая особенность. Когда созревает, колос опускается и ждет, когда комбайн обмолотит. Тем временем в регионе идет уборка картофеля и овощей. Агрофирма Крим. Столь ровные ряды получаются с помощью навигации. Ее применяют, когда сеют, окучивают и собирают урожай. Даем корням воздух на капусте. На картофель это идет окучивание. То, что касается капусты, не повреждаем растения. То, что касается картофеля, не смещаем к лудни. Он продолжает повторять движение сажалки. Бережно, аккуратно, все ровно. Смещение, все, повторюсь, 2 сантиметра. Предполагают, что массовая уборка картофеля и овощей начнется примерно через неделю. Вот и зерновые продолжают молотить. В среднем с гектара берут 28 центнеров. А на уже убранных полях землю готовят к следующему сезону. Августовская зябь считается лучшей. Самое благоприятное время для образования питательных веществ и для накопления влаги. Этот сельскохозяйственный сезон с самого начала не задался. Дождливая весна. Холодное начало лета. И неудивительно, что отстает и уборочная. Одно радует, что культуры все-таки успели созреть. О том, как проходит кампания. Владимир Чеметов, директор областного департамента АПК. Сейчас находиться в полях одно удовольствие. Ну посмотрите, какая шикарная картина. Золото, чистое золото колышется. Владимир Николаевич, скажите, пожалуйста, сейчас вот урожайность, мы знаем, очень даже неплохая идет. Боялись, у нас целый июнь холод был, дожди лили. А тут смотрим, и все вроде ничего. Ну, совокупность погодных факторов, большие осадки, о которых мы с вами только что говорили, и достаточно теплое, хорошее лето привело к тому, что мы имеем достаточно существенный, хороший, весомый урожай, который необходимо убрать. У нас, к сожалению, сроки укоротились в уборке, потому что мы уже поздно сеяли. Тем не менее, зима тоже, я думаю, ждать нас не будет. У нас остается очень непродолжительный промежуток времени, который необходимо убрать вот этот весомый хлеб, который вырос на полях. И здесь, надо сказать, и отдать должное нашим товаропроизводителям, несмотря на то, что приходится вставать рано утром и ложиться уже затемно. Не надо никого, что называется, агитировать. Это самая сладкая пора, когда с большим удовольствием урожайность 40, кто-то и даже 50 сантиметров с гектара молотит, засыпая все в хранилище. Это квинтесенция сельскохозяйственных работ. Это те самые, наверное, цыплята, которые считают по осени. Хорошая урожайность – это, с одной стороны, хорошо. Но, с другой стороны, могу предположить, что у многих сельхозтоваропроизводителей, наверное, осталось зерно еще с прошлого года. Вот какие, каковы прогнозы? Если мы сейчас много соберем, да у нас еще много осталось, что мы будем делать? Большинство субъектов Сибирского федерального округа объявили режим чрезвычайной ситуации. В связи с тем, что были обильные осадки и холодная весна, не удалось посеять запланированные объемы зерновых культур. На фоне скорректированных объемов производства зерна в средней полосе и на юге Российской Федерации, по оперативным данным, на 8 центнеров с гектара урожайность в среднем по России ниже, чем в прошлом году. Это недобор очень-очень существенный. Я думаю, что зерно, собранное тюменскими производителями, будет востребовано, будь оно прошлого года или текущего. Уверен, что текущий год будет годом, когда наши товаропроизводители смогут, реализуя свою продукцию, как на территории, так и за пределы, поправить свою экономику. В Нижнетавдинском районе построят комплекс по выращиванию шампиньонов. Сейчас готовят проектную документацию. За год на этом производстве будут выпускать 2000 тонн грибов. По словам специалистов, это предприятие по своим технологиям не имеет аналогов в России. Там намерены использовать лучший отечественный и зарубежный опыт грибоводства. Тем временем регион готовится к фестивалю «Тюменская осень». Сельские хроники. В Галышеманово 9 сентября в рамках фестиваля будут работать интерактивные и игровые площадки сразу в нескольких частях поселка. Там можно будет принять участие в викторинах, получить сувенир в подарок. Основное мероприятие – всепраздничное событие. Ну и формируем команды, чтобы организовать праздник на территории участка спортивного и сквера школы номер 4. У нас есть замечательный повод туда собраться с помощью проектной деятельности активными педагогами, учащимися родителями школы. Заводуковским школьникам из малоимущих семей помогли подготовиться к 1 сентября. В портфеле с канцелярскими товарами собрали сотрудники социальной сферы и администрации городского округа. Они закупили 450 наборов для ребят. Туда входит все самое необходимое – тетради, ручки, карандаши, линейки и краски. В этом году у нас также в мае прошла акция «Скоро в школу» с поддержкой Российского детского фонда. 20 ребятишек-первоклассников из малоимущих семей, из замещающих семей получили 20 портфелей, укомплектованных канцелярской помощью. Именно портфель, а в нем канцелярская помощь. У школьников заканчивается третья смена трудового лета. В Упоровском районе в отрядах главы были заняты более 400 несовершеннолетних. В основном дети помогали по хозяйству фермерам, высаживали цветы и убирали территорию. Каждый подросток заработал за месяц от 2 до 5 тысяч рублей. Мне, в принципе, очень нравится здесь работать. Ну, я сама тут как на отдыхе, не знаю. Мне нравится работать с детьми, мне нравятся организаторы этой площадки. Ну, я себя одеваю, на лето одевала, в школу что-то буду покупать. Впервые в Тюменской области выбирали лучшего зоотехника-селекционера и ветврача-гинеколога. Ну, правда, участников на первом региональном конкурсе было немного. 10 и 8 соответственно. Ну, и в этот же день определили лучшего оператора по воспроизводству сельскохозяйственных животных. А вот это профессиональное состязание было уже 37-е. Все участники конкурса лучшие в своих муниципалитетах. Теперь вот областной уровень. За звание абсолютного чемпиона боролся 21 техникосеминатор. Растет поголовье, увеличивается молочная продуктивность, ассортимент, качество продукции. Это все слагаемые успеха подобного рода конкурсов, где лучшие по профессии действительно между собой делятся опытом, навыками, совершенствуются и внедряют все самое лучшее для того, чтобы и производство, и, конечно же, экономика производства была как можно лучше. От техников и семинаторов во многом зависит экономика хозяйств. За последние 10 лет в области продуктивность животных выросла в два раза. С 3000 килограммов молока на одну хуражную корову до 6000. Это 6 в среднем по области. А сегодня у нас уже хозяйство по 10 тысяч надоели. У нас больше, порядка 20 с лишним хозяйств, которые продуктивность идет от 7 до 10 тысяч. Но и это не предел. Как правило, на конкурсе уверенно себя чувствуют опытные специалисты. Мария Ваганова – техника-семинатор из упоровского хозяйства Емуртлинская. 15 лет в профессии. Казалось бы, все знает, но к состязанию все же освежило знание. По силам, как могла, готовилась. Потому что не только конкурс, еще и дома дела, и работа. Самое главное – не волноваться, а так все нормально будет. И не ошиблась, Мария Ваганова стала абсолютной чемпионкой 37-го конкурса. И теперь она представит регион на российском этапе, который пройдет 30 августа в Кировской области. Звание «Лучший зоотехник-селекционер» получила Ольга Федорова из сельхозпредприятия «Запсиб хлеб и сеть». Абсолютным чемпионом среди ветврачей и гинекологов стал Анатолий Баженов из завода Уковского хозяйства «Подунская». Житель упоровской деревни Шашова Анатолий Жарков не проходит мимо предметов, которые имеют отношение к истории. Некоторые датированы началом 20-го века и есть даже кости мамонта. Экспонатов накопилось так много, что дошло дело до музея. Музея под открытым небом. Ни один из этих предметов Анатолий Жарков не искал специально. Экспонаты сами его находили. Во дворе, на реке и даже на свалке. Перед домом даже находил. Копал под цветочки. Вот цепь нашел он от упляж конской. За годы собралась целая коллекция старинных вещей. Каждый предмет Жарков тщательно изучает. Единственное, пока не разгадал тайну маленькой печати. И краеведы разводят руками. Написано-то на нашем, на кириллице на этой. А только перевернутая. Печать так. А потом зеркальце подставили и раз прочитали. Крепость. Печать крепости. Не умного. Создавать уют в частном музее помогает супруга. Таира Жаркова. Еще и хранитель. В амбаре предметы, которые не подошли по стилю уличной выставки. Этот сапог моей старшей сестры. Мы крымские татары потомки. Проходите. Телевидение снимать вас будут. К Жарковым часто приходят на экскурсию дети. Им тут раздолье. Где еще? Вот так просто. Разрешат потрогать раритет. Я услышал рога бизона, зуб мамонта. И нога мамонта. Подковы. Мне понравились кости мамонта. Особенно его нога. Потому что она такая большая и толстая. Анатолий Жарков дорожит своим детищем. Но если музеи пригласят к сотрудничеству, не откажется. Некоторые экспонаты нуждаются в специальном хранении. Здесь, пожалуй, поставим точку. Этот и другие выпуски программы «Сельская среда». Вы сможете посмотреть на сайте телеканала «Тюменское время», на ютубе, а также в социальных сетях «Вконтакте» и «Одноклассниках». О новых событиях в агропромышленном комплексе Юго-Тюменской области расскажу ровно через неделю. А пока удачи и до встречи.